А теперь вот он, Николай, пожалуйста, смутили меня В последний момент есть человек, который Тоже с вами общался Да нет, у него другая дата День рождения Ну пусть у вас будет 2 дня рождения Лишнее поздравление не помешает Так вот В 17-м году вы писали Здравствуйте, ВК Посмотрев очередной ваш фильм Садоводы и пчеловоды Люди одной крови Решил поделиться своими наблюдениями А именно Почему нельзя резать деревья И чем хорошо загущенные посадки А? Академики Что опять хохот в академическом зале Дело в том, что ученые не знают Дожили вы, господа ученые Что про вас пишут Не знают или умалчивают о двух главных предназначениях Растений на земле Включая Курдюма Хотя я им об этом говорил Растения на земле Это в целом можно сказать Кожа земли Как и у нас Выполняют защитную функцию От смыва, сдува и главное от нагрева Ну что я вам скажу Вы думаете Это от меня пошло? Это он сам догадался Только живым растениям Дано принять солнечную энергию И проработать в органику Ну это знают все Да и ученые знают Все остальное Включая мертвые растения Имеет свойство Нагреваться Так голая земля В состоянии нагреться От до 80 градусов Я помню отдельные года Посеком ходить невозможно было В июле, в август Вот Земля чуть не горела Асфальт, бетон Особенно железо Еще сильнее Нагревшиеся Они нагревают Вокруг себя воздух Нагретый воздух Поднимается вверх А на его место Подтягиваются Прохладные, влажные Из земли И земля начинает Обезвоживаться Очаг начинает Шириться Затем очаги начинает Обедняться И еще сильнее Воздействует Негатив Влия на растения А также Становится Препятствием Для свободного Прохождения Холодного, влажного Воздуха В скобках туч Нагретая земля Приобретает эффект Нагретой сковороды На которую Попала холодная вода И все это Приходится наблюдать И начинает Оторгать воду Вода начинает Быстрее испаряться Поры земли Забиваются Вода начинает Стекать И начинает И испаряться При поливе Надо учитывать Чтобы земля Была холоднее воды Поэтому Чем больше Резать растения И делать крону Реже Тем больше Будет попадать Солнечных лучей На землю И наносить вред Нагревам И испарениям А также Солнечные лучи Пагубно действуют На жителей Земли Тех же червей Вот так вот Есть еще Негатив от нагрева Который я опишу Еще в одном Прозначении растений Он связан С их питанием Вот это вот Ну Как так получается Что Это Ну Действительно Знаете Есть же нормальные люди Оказывается Вот это Вот это Моя реакция Ну Когда-то Понимаете Что вот Если бы Вот все Что написал Сейчас Николай Изучали В школе А потом Они становились Школьники Выходя из школы Еще раз показываю Не вот это дебилизм А настоящее бы Знание Приобретали Да Вот Не было бы спилено Одно спилено дерево Тот Кто это спилил Получил бы срок Тот Разрешил Срок Тот Кто купил у него Это дерево Срок И тот Кто закрыл глаза Вошел вдоль Тоже срок Одно дерево Можно считать Один кубический метр Можно сказать Считать Они же приняты Не в деревьях считать А в кубометрах Тысячу кубометров Миллион кубометров Потом Течет Это В Иркутской области Смывает целый город Так И трупы плывут В одном случае Начинается Ведь чудом Не случилось Вы знаете Что мы все могли Это самое Погибнуть В каком плане Вот она Сибирь Это не просто Я это объясняю Тем Потому что Есть еще прокурор Они тоже Наверное Кавдоле Потому что Любой прокурор Зная Вот он сидит Прокурор Районный Областной Так Он прекрасно знает Что идет Вырубка Выпиливание Вот И эшелон за эшелоном Уходит Знает Что идут Хотя бы Ну ладно Там Страна нищая Вынужденная Нет Ну уходят все деньги По карманам И за границу Уходит лес Вот Налогов ноль Все ноль Все 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 Вот И тишина Гробовая тишина Вот В доле Обязательно Это самое Не может быть Что прокурор И этот Те кто отвечает Кто должны следить За этим делом А их таких Слух так много Их даже Перечислить невозможно А потом еще Я же не говорю Про лесхоз А там тоже начальники Губернатор А что губернатор Не знает Показывает По центральному Телевидению Его А он молчит Тоже в доле И вот Когда они Эти миллиарды Все по карманам Расставали Это маленькая часть Богатства Случилось Страшный пожар Он продолжался Где-то месяц Несколько Областных городов Сибирских Накрыло Смогом То есть Люди Задыхались В прямом смысле А пожар Не останавливался А тушить его Не стали Знаете почему Посмотрели С вертолета Облетели Невозможно А что было бы дальше Еще бы на 2 градуса Жарче А что Такого не может быть А еще бы Кроме этого На 2 дня Еще бы не было Дождя лишних И потом Со скоростью А это же масштабы Какие космические Со скоростью Поезда Экспресс Скорого поезда Это бы Поперло бы По всей себе Ведь это же Дрова Они же горят Они же Умах-то Нет сообразить Вот этот человек Понимает это Вот этот вот Склокин Да я бы сейчас Я не знаю сколько 30-40-50 лет Ну скорее всего Где-нибудь Наверняка еще Как принято говорить Здесь такое слово Половозрелый То есть нормальный мужик Самый высокок Его нужно Когда этого Ректора Уважаемого человека Ректора Сибирского Сибирского института Да Его назначили Самым умным Назначили Человеком России Почему Министр Науки Высшего образования Его назначили Его секретарша Тут же оказалась Одной из самых умных То есть Тоже замом Назначили Понимаете Вот А Склокина Бы туда Замом И вот Только бы Они начали Берить А начинается Все с детей Пусть это У меня Получилась Какая-то Не лекция А проповедь Начинается С детей Кстати Все дети Знают Что деревья Берить нельзя Вот Все до единого И вот они Вырастают Да Вырастают И уже Тогда Обстановка В стране Такая Прокурор Сидит Этот Сидит Начальник Росочередного Надзора Сидит Все сидят Вот Потому что Это все А они же Как Смотрят в глаза Тут же Другого Выдадут Тут же Деньги Вернуть Уже Главное Не допустить Глобального Пожара Это запросто Вы понимаете Что такое Запросто Это месяц Без дождя Дикую жару А к нам Она идет А деревья Они горят Это же Дрова Уже То что Уже натворили Говорит о том Что мы Каждый год Должны ждать И потом Все Дыма будет В 100 В 200 Раз больше В 1000 Раз больше Потом Начнется Эвакуация Городов Миллионников А куда Раньше Хоть в Сибирь Помните Что творится В Сибирь Что творится В Сибирь А сейчас Куда Это как Надо сейчас Перестроить Сознание Людей Вот это Вот Только Никогда Склокина Назначат Ни министром Ни замминистром Меня По возрасту Не прохожу Вот Потому что Достал Уже Эту науку Ведь Выглядите Дураками Если Вот Это Вот Почему Школьники Этого Не знают Я Сейчас Начал Читать Я Специально Оставляю На потом Вот Это Дикость Неимоверная Вот Это То Что Школьников Заставляют Учить Идиоты